Хотя ситуация в зоне АТО несколько стабилизировалась, стрелять там не прекратили минимум один украинский военный ранен. Боевики все так же используют запрещенное оружие, продолжит Руслан Смещук. Позиции под оккупированным Коминтерновым неподалеку от Мариуполя. В отличие от мирной жизни, днем здесь отдыхают, а вот ночью не поспишь. Начинается активизация с вечера до 17-го часа, начиная до 12-го, до 2-х часов ночи. Бывает, когда целую ночь продолжает бои. Большинство бьет крупнокалиберный, иногда АГСы прилетают. Бывает, что и миномет накроют. Сейчас на Приморском направлении туманно. Иногда уже с 10 метров ничего не видно. Этим пользуются диверсанты боевиков. Сегодня в ночи по посадке метров сто подошли до нас. Тепловизор не видел, потому что был туман, скажем так. Открыли огонь на урожение и потом обратно. Через некоторый час они обратно попытались до нас подобраться. Огонь! А это уже полигон под Мариуполем, в тылу. Сегодня тут тренируют резервистов из подразделений территориальной обороны. Ополчение украинского Донбасса. Этих мужчин свезли со всей Донецкой области. Вместе с простыми работягами занимаются и чиновники. Мы каждый месяц проводим такие занятия и хотим, чтобы они навыки в ведении боя, в медицине, в других вопросах, не забывали, а только покращивали. Тем более, что наша область является самая боевая область, поэтому нам это крайне необходимо. Сейчас у нас находится 8 начальных мест. Проходят подготовку территориальной обороны и проходят также подготовку главы райадминистрации, также райадминистрации. Здесь находится и присутствующая облдержадминистрация. Бойцы территориальной обороны говорят, было бы такое в 2014 году, все могло быть по-другому. Многие из этих людей, побывавших в оккупации, теперь усиленно тренируются. Повторение не хочет никто. Мы помимо всего занимаемся самостоятельно, то есть у нас уже на разбитой по группам. И мы проводим 2-3 тренировки еженедельно. По тактике, по стрельбам, по теории, медицина, картография и так далее. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.